Смотрите сегодня в программе Фонбокс. Уникальный скейтборд соревнования в московском метрополитене. Роллеры России традиционно закрыли летний сезон в Москве. Это самые крупные уличные соревнования по агрессивным роликам, проходящие в России. Никита Мартьянов и его новый проект Highland Wake. Такого не делал еще никто. В нашем большом сюжете поездка в Краснодарский край на соревнования XSA Backyard Jam. Элита российского BMX-спорта на кубанской земле. В гостях Миша Маваши. Раз, два, три, четыре, пять, проверка звука. Отчет с презентацией его нового альбома «Изнанка в Москве». Усаживайтесь поудобнее в эфире телеканала A1 программа Фонбокс. На сегодняшний день Миша Маваши является одним из самых обсуждаемых рэперов нашей страны. Кем его только не называли. Позвонили с ПСО и сказали, вы привезли ультраправого националиста с религиозным концептом. Вы там просто как выхватили. Его ненавидят и обожают. Это ты прям фанат. Да, я самый яркий фанат. Парень, который никогда нигде не работал, но всегда был при делах. У меня Мерседес, красный галстук, черная рубашка, башка бритая, все там. В нашей программе мы не будем пытаться выяснить, кто же такой Миша Маваши. Мы просто побываем на его концерте в Москве и лично с ним познакомимся. А вот выводы делать уже только вам. Друзья, мы с вами находимся на одной из многочисленных промзон города Москвы. И именно здесь сегодня Миша Маваши презентует свой новый альбом, который называется «Изнанка». Ожидается много нового. Главное, это, конечно же, живой звук, что не может не радовать. С первых минут знакомства Миша произвел впечатление четкого человека. Не люблю это слово «четкий», но в этот раз это определение как нельзя кстати. По нему сразу же видно – человек знает, чего хочет, куда двигается, а главное – зачем. С недавних пор у него появилась идея привнести в свою музыку что-то новое. Так как он сам в прошлом барабанщик, решение было быстро найдено. Свой новый альбом «Изнанка» в Москве он представляет впервые. Как тебя обычно Москва встречает? Вот любишь ты московскую публику? Да, ты знаешь, и Москва хорошо встречает, и Питер всегда хорошо встречает. В Москве как-то такие свои ребята именно, вот приходят такие. Посмотрим, что будет сегодня. Потому что первый раз мы выступаем с таким звуком в Москве. Я надеюсь, людям все-таки понравится. У тебя вот барабан и диджей, да? Барабан и диджей. Барабан – это как такой основной хребет, наверное, да? Да, это человек, который создает некую ауру, именно атмосферу, энергетику, которая должна быть. Потому что обычно, например, у меня публика в основном на концертах взрослая. В среднем там от 23 уже випка всегда сидят мужики, взрослые уже. То есть они, соответственно, никогда не будут стоять тебе под сценой и устраивать какой-то кач. Они просто стоят с серьезными лицами, слушают музыку. Все, потом прошло, клево, красавчик, молодец, Мишаня, молодец, давай дальше. Все, опять все. Поэтому создание огромного бенда в планах у Миши Маваши не значится. Да и основное в его творчестве в первую очередь смысл сказанных слов. Поэтому главное, к чему он стремится, чтобы все было предельно понятно. И если на концерте зрители впервые слышат тот или иной трек, главное, чтобы было услышано каждое слово. Через тоже, опять-таки, считанные часы зайдут сюда люди. Вот есть ли какой-то мандраж, несмотря на твой спортивный дух, боевой дух? Все равно же, ну, я думаю, чуть-чуть это что-то... Ты знаешь, у меня как-то вот мандража никогда не было. И когда я давал свой первый концерт, то пацаны мои все сразу там, что, волновался, переволновался. Я говорю, да я как-то что-то не волновался. Ну, я просто как-то уверен в своих силах в плане, если брать концертной деятельности, да. Я знаю, что я выйду сейчас и сделаю то, что я делаю, очень хорошо, как я могу, и на полную катушку. За всей прелестью живого звука обычно стоят часы саундчеков. Отстроить всех под один уровень – совсем непростое дело. Вообще каша, ребят, прям каша. А железо вообще в зале звучит? Или кто-то на заборах, потому что у него не будет такого эффекта. Товарищ пледный пришел, момент там, вот, пришел вопрос. Выбирается? Правда, с вами речь. И вот звук настроен, зрители уже в зале, а артисты в полной боевой готовности. Продолжение нашего репортажа смотрите во второй части программы. Всем привет! Это программа «Фанбокс» и с вами я, Юля Попкорн. Московский метрополитен пошел навстречу всем любителям скейтбординга. В ночь с воскресенья на понедельник станция метро «Воробьевы горы» превратилась в андеграунд скейтспот. Впервые за всю историю российского скейтбординга Московский метрополитен открыл свои двери всем любителям скейтбординга. Точнее, не закрывал. 16 приглашенных профессионалов в ночь с воскресенья на понедельник получили возможность легально покататься прямо на станции метро. Ландшафт станции метро «Воробьевы горы» преобразили в скейтспот. В четырем ступенькам вестибюля станции была добавлена конструкция, которая добавляла еще три ступеньки. Посередине поставили огромную грань. И вот он, спот мечты. Идеальное приземление, супер атмосфера, а главное – ощущение, что катаешься в по-настоящему уникальном месте. Соревнования прошли в формате джем-сессии. Всем участникам дали час времени на то, чтобы они приземлили свой самый крутой трюк. Этой ночью лучшим стал Егор Голубев из Санкт-Петербурга. Ну, вот немножко необычно. Я обычно ночью не катаюсь, конечно, но сегодня удалось хорошо покататься, в то время, как я обычно лежу в кровати. Эти соревнования можно смело назвать уникальными, обычно московский митрополитен похож на военную базу, где стрёмно лишний раз достать фотоаппарат. А тут такая милость. Этой осенью уже традиционно в Москве роллеры закрыли летний сезон. На Москоу-стрит-контест приехали не только известные русские райдеры, но и звезды мирового инлайн-скейтинга. В 12-й раз Москоу-стрит-контест поставил жирную точку в сезоне 2013 года. Роллеры со всей России приехали в столицу, чтобы обкатать местные споты и определить, кто же станет лучшим по итогам этого сезона. Одним из участников этого контеста стал райдер команды Горилла Энерджи, а по совместительству наш старый друг Кирилл Галушка. Это самые крупные уличные соревнования по агрессивным роликам, проходящие в России. За 12 лет проведения этих соревнований формат ни разу не изменился. Это также три спота, три уличных спота, по которым мы все перемещались. Это разные перилы, парапеты. А главной особенностью этой соревнования бывает то, что приезжают иностранные гости, а в этом году приехала команда ВАЛа в составе трех человек, трех американцев. Как участник я могу сказать лишь одно, мне все понравилось, я получил массу эмоций, я сделал трюки, которые хотел, а в плане соревновательских каких-то достижений, то что-то у меня не получилось, видимо, 13-й год, и он не мой. Давненько в нашей программе не было ничего о вейкбординге. Нарушает эту тишину Никита Мартьянов со своим проектом «Хайланд Вейк». На этот раз он отправился в Казахстан на уникальное горное озеро. Десять дней палаток, холода, дождя и экстремальных условий. И все это ради супертрюков. Именно так вкратце охарактеризовал свою поездку в Казахстан Никита Мартьянов, один из самых перспективных вейкбордеров нашей страны. Это озеро образовалось в результате землетрясения и является абсолютно диким. Случайно наткнувшись на фотографию этого места, Никита загорелся его найти. Это оказалось самым сложным проектом в его жизни. Самое сложное, конечно же, это были погодные условия. Буквально на 5 минут в день, ну максимум на 10 у нас выходило солнце, потом моментально это опять затягивалось тучами, горы. Погода меняется очень быстро. Но самым сложным оказалось построить парк, так как главным условием стало сохранение первозданного ландшафта. Нужно было придумать какой-то механизм, с помощью которого ты можешь это тяжеленное 11-метровое бревно поднять на высоту, на которое тебе нужно. А самое главное, чтобы оно не упало это раз. И самый важный аспект вообще в этом во всем, мы не должны были никаким образом испортить всю природную структуру здесь. Мы не должны были вбивать никаких гвоздей в эти деревья. Мы не должны были ни ломать ни сучков, вообще ничего. В итоге с помощью плота, хитрых механизмов, веревок и карабинов бревна были установлены. Этот проект поистине уникален в первую очередь из-за своей красоты. Кстати, вода в этом озере не превышает 3 градусов. Глядя на все это, хочется в первую очередь порадоваться за Никиту и в очередной раз убедиться, что мечты сбываются. А во вторую очередь сказать спасибо, что открыл для нас это уникальное место, ведь такую красоту вряд ли кто из вас видел. С вами была Юля Попкорн. Программа «Фанбокс» продолжается. На самом деле на каждом боюке есть свой восьмик, который ходит на что-то в полфире отдых, где не работает. Я люблю такой юмор на самом деле. Давай. Вася родился, Вася вырос, и Вася не умер. Глупо гороскоп, ой, держи мы в супе. Не мощный, точнее, не мощный, чтоб не видеть. Ёмкость и Вася стал всех ненавидит. Притошло угрессия, расстал прогрессии. Вася ненавидит всех, Вася фанатично бесит. Никому добить тебя не могу от рук, Вася там и путь, только за кому, Вася терять на круг. Ненавидит спортиков, для него они тупицы. Ненавидит антифакты, гостей столицы. Магреты гостей, соседи, справа дядю Витю. Дворникам, охранникам, вокзалов, ненавидит. Куда приватут все, столько злобы мощной. Раздавать мы все ващак, что только вася больше. Ненавидит стариков, младенцев, вырожденцев. Ходит по району, слушаешь молодец. Ненавидит патриотов, мечтая жить в Америке. Ищи слова, баллонов на парень. Себя считают хулиганом и подписан в фабрик челки. Позваны вообще ребята по спортивной шморке. Серьезный. В икаре с гроза ноздри начинает топ, Заканчивая тосы. Партейки водные, нигде не работают. Нагоняют шути-колы, кути за играми. Тойте, Васенька. Непонятный гринделен какой-то. Васенька. Так, так, все, спокойно. Вася носит кожу. Сидит ябл на плече. Васенька. Бу-бу-бу, полегче. Васенька. Не беспортись, Васенька. Он сам себя боится. Вася он же начал. Вася не остановился. И как водится. Он же в подъезде жарко упадится. Мусоров не любит, но пытался, поскольку полицию. И не видит фнашиков, ненавидит геев. Словно в собственных глазах, где буро Васенька сподобил. Ветераны бесят Васеньку. Скупать как не согласен. Запятнуто Васенька. Лежат на гордобрасе. Чтобы ничего, да только выгребать за нервы нужно. Ходит куча, тварь, тварь, тварь на районе Южного. Папа Саосица, деда Папа Васю просит. Сына садиками. И вначе с ними просто спросит. Да все одна и у каждого. Слов всегда кусок железа. Я как Воня Ветерман. Я живой по веса. Затем пришел в лучшую мимо прав на улице. И в один прекрасный день Вася. 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 Непонятно, глядя лёвый. Вася. 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 Как Вася. Непонятно, глядя лёвый. Вася. Вот. Вася. 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 Доброе утро, друзья! Программа «Фанбокс» продолжается Мы находимся в Москве на часах 5 часов 47 минут И прямо сейчас и именно отсюда начинается наш путь в Краснодар Нам предстоит преодолеть 1300 километров Ну а едем мы на крупнейшее соревнование по BMX XSA BKR Jam Сегодня Краснодарский край является эпицентром BMX культуры нашей страны Все началось 6 лет назад с того, что ребята построили пару земляных трамплинов А потом пошло-поехало И вот сегодня на соревнования XSA BKR Jam приезжают сотни BMX'еров со всей России А в этом году на кубанскую землю пожаловали и зарубежные гости Никогда еще в своей жизни за раз больше, чем 150 километров за рулем я не проезжал Поэтому поначалу, честно признаться, было ссыкотно В интернете я начитался много ужасных историй про полицейские посты в Краснодарском крае Где подкидывают москалям наркоту и вымогают деньги Но нам походу повезло и нас ни разу не остановили Но без пробок и парой дорожно-транспортных происшествий, к сожалению, не обошлось В итоге из Москвы мы выехали часов в 7 утра и были в Краснодаре где-то в 10 вечера Огромное спасибо хочу выразить чаю пуэр, который не позволил устать ни на секунду Помогает в дороге Что ж, друзья, мы приехали, я сто раз видел это место на видео, но ни разу не был здесь вживую Сейчас посмотрим, как же выглядит этот парк С первых минут стало понятно, что это место, как говорится, тру до мозга костей Все тут построено руками BMX'еров для самих же себя Можно сказать, настоящий лагерь Это местечко находится в небольшом лесу прямо в черте города Парк так круто вписан в местный ландшафт, что складывается ощущение, что лес сам вырос вокруг него Ну и, конечно же, атмосфера, которую нельзя передать словами BMX'еры — это огромная семья И не важно, откуда ты, знаешь ли ты кого-то или нет Если ты тут и ты такой же, то ты в семье Я думаю, здесь никто не задумывается о призовом фонде, о деньгах Здесь незабываемая атмосфера, которая запоминается на весь год И весь год ты опять сидишь и ждешь, когда же будет сентябрь, когда же будет бэк-ярд XSA — это праздник, который мы ждем больше Нового года и даже больше, чем своего дня рождения Это соревнование делают райдеры для райдеров Ребята, которые строят эти парки, я не знаю вообще, как такое возможно Как бы они строят буквально вчетвером Соревнование XSA BKR Jam — это, по сути дела, лагерь На неделю сюда приезжают райдеры со всей России За это время проходят соревнования, крутейшие вечеринки и, конечно же, новые спортивные достижения Некоторые трюки русские райдеры впервые приземляют именно здесь За время нашего пребывания прошли соревнования по дёрту, парку и стриту А также интересная фотовыставка от одного из самых лучших экшн-фотографов России Большой сюжет о нашей поездке на XSA BKR Jam ищите в интернете на всех официальных ресурсах программы FUNBOX В этом выпуске программы FUNBOX мы приехали на презентацию нового альбома Миши Маваши в Москве Впервые он решил добавить в свою музыку живое звучание Речь не идёт о целом оркестре На сцене всего трое Диджей, барабанщик и сам Миша Его новый альбом получил название «Изнанка» Альбом, конечно же, супер-казословный Ну, конечно, просто, ну, пожалуйста, все Мне самое главное нравится больше суперпаганда своего образа жизни Советую внимательно слушать его треки «Изнанка» Почему «Изнанка»? Ну, изначально задумывалось, как моя обратная некая сторона То есть я, в свою очередь, могу быть каким-то там жестким, бескомпромиссным, да, в некоторых вопросах И в то же время я могу также послушать и написать что-то более легкое Там где-то романтичное, там, лайтовое То есть я показал, что в альбоме «Изнанка», что я могу быть другим Новый альбом «Изнанка» уместился в 9 треков Несмотря на то, что он получился более легким, смысловая нагрузка по-прежнему тяжела Миша Маваши продолжает поднимать социальные темы и указывать на проблемы, которые знакомы любому русскому человеку По его словам, музыка для него инструмент, с помощью которого он разговаривает с массами А молчать он не привык с самого детства Тебя вот что заставляет? Почему ты об этом говоришь? Знаешь, я всю свою жизнь был таким сопротивленцем конкретным Я всегда ходил, за кого-то права качал, за себя права качал Даже в садике, в садике у меня были случаи, когда там одного парня всем садиком били И я один дрался против всех Да, я вот не давал никому его бить И дрался со всем садиком один, чтобы его не трогали Я всю жизнь был вот на какой-то такой тропе войны, что ли Другого и не могу У меня не бывает по-другому, да И у меня, знаешь, у меня вот реально, надо мной, батя всеми по поводу этому выхватывает Он всеми говорит, у тебя повышенное чувство справедливости Ты допрыгаешься и угораешь Признося какую-то фразу, она может быть неправильной, понятой Есть у тебя какая-то опаска, знаешь, когда ты вот пишешь, например, понимаешь, как слово, а вот если... Я слежу за этим Не так, что я не буду это говорить, а то вдруг это приведет к каким-то событиям Наоборот, я буду это говорить, чтобы это привело к каким-то событиям Текста пишу, говорю так, как считаю И бывает только просто, что я, например, как-то так поставил слова, что можно немножко переобуть Стараюсь сделать по понятию Мы говорим правду, это наша жизнь По-другому, я по-другому не могу просто Изначально мы должны были тусануть с Мишей два дня, но, к сожалению, планы поменялись И уже на следующее утро ему нужно было улетать из Москвы Четырех часов нашего общения маловато для того, чтобы подробно рассказать, кто же он такой Единственное, что хочется сказать, что в нашей стране мало людей, готовых говорить Чаще всего все сидят и молчат Кому-то не нравится смысл его треков, кто-то понимает его слова иначе А кто-то уже давно присоединился к его рядам Но, как бы то ни было, этот человек хочет хоть что-то поменять в этом мире Делает это искренне и в полной уверенности, что на пользу И только это уже достойно уважения А что там скажут люди? Выбор труден Люди, как обычно, обсудят, да и будет Ну че-то как? Нормально На сцене было плохо себя слышно, поэтому я иногда бывало там, ну, кажется, что очень плохо все И я ухо одно заткнул, куда нужно было берушу ставить по сути делов В какой-то финал нам надо с тобой подставить, да? Вот хочется, наверное, от тебя в очередной раз услышать каких-то предоносных, так сказать, слов Вот глядя нашим зрителям, можно сказать, в глаза Друзья, цените правду Стремитесь к правде Никогда никого не бойтесь И делайте то, что считаете нужным Не обращая внимания Самое большее, получайте как можно больше информации Развивайтесь всесторонне Духовно, морально, умственно, физически Мы должны, мы должны, мы просто обязаны строить нашу жизнь в лучшую сторону И вы можете это делать самостоятельно, на самом деле Главное не лениться Спасибо тебе огромное, было, да, очень приятно познакомиться Взаимно, взаимно